а здрасте всем приветули у нас тут опять продолжается золотой колос и 35 день нашей супер карьеры соответственно 7.55 утра у нас и это значит что скоро начнется стройка в 8 часов мы сюда прошлый раз завезли материалы так что как-то так а еще у нас случилась приколюха точнее это даже не смешная приколюха я в общем-то мотал время пока у меня рис сеялся ну вы помните там заводик чтоб работал в общем то вот это вот поле которое под номером 14 но у нас не засеяно хотя здесь написано что рис и он растет черт он же был не засеяно да здесь ничего нету короче это поле сломалась надо будет его засеивать еще раз поэтому с него можно спускать воду сразу же я чет как-то не уследил что трындец пришел этому самому рису ну да и ладно ничего страшного открываем шлюз и спускаем отсюда вот в общем-то потом будем сеять а на тринадцатом и двенадцатом поле у нас все нормально рис там есть проблем в общем-то никаких нету все засеялось еще у нас созрела кстати наше поле которое номер 67 здесь у нас канулка и мы вроде как взяли контрактик вообще кстати надо глянуть что по контрактам а то я неделю сюда не заходил клубника 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 томаты да кстати нам надо отвести будет один контракт клубники сейчас потому что пять часов 5 часов осталось до источения контракта соответственно надо там наверное будет сейчас поменять эти самые рассаду на тебе блицев потому что мы не все засадили у нас там много поддонов осталось стоять немного по 4 да вот они стоят 4 поддона их нужно будет засадить а сколько тут созревание то плодоношение 94 процента в общем-то скоро. Скоро оно уже все созреет. Клубники есть 321 куб, значит можно уже вывозить. Начинать. Потихонечку. А еще вон впереди едет паровозик. Какой-то грузовой поезд. И у нас стукнуло 8 утра. Ха! Началось строительство ангара. А паровозик, кстати, классный. Вот мне нравится. Звуки классно сделаны. Блин, не знаю, почему мне так нравятся эти паровозики на этой карте. Каждый раз об этом говорю. Вообще, я шел сюда не за этим. Я шел сюда на 37-е поле. Да. Посмотреть, что тут да как. Тут в общем-то тоже уже скоро созреет все. Часть уже созрела. В общем-то можно начинать заниматься уборкой. У нас как раз ман освободился. Так что в общем-то погнали. Погнали заниматься уборкой, да. Бздынь. И уборочка пошла. И Холланд, в общем-то, довольно-таки быстро уберет это поле. Потом мы его переставим на 37-е. Соответственно, ман с большим прицепчиком будет ему помогать. И все круто. Сейчас же пойдем в тепличке. Точнее, не в тепличке, а нужно найти поезд. А где поезд, это хороший вопрос. Ах да, я же его оставил около этой самой. Там, где у нас брус хранится. Ничего страшного. Сейчас возьмем. Еще вот эта штука сегодня понадобится, кстати. Ладно, да. Погнали за поездом. Та-дам! А вот и наш поезд. Я его, короче, пригнал сюда. На тепличке. Потому что он нам здесь сейчас понадобится. Будем возить с помощью него клубничку, которая там вон зреет. И почти ее уже собирают. Причем давно. Соответственно, давайте глянем еще раз. Контракты активные. У нас всего три контракта на клубнику. Один на ЖД-станцию, один на молочный завод и один в порт. Вот тот, который в порт, надо везти прямо сейчас. А тот, который на ЖД-станцию, можно везти потом. А на молочный завод у нас, по-моему, рельсы вообще не ходят. Да? Да. Молочный завод у нас находится здесь и туда рельсы не ходят. Беда! Да. Ладно. Надо будет туда запрячь Урала. А еще, по-моему, у нас уже достаточно клубники вообще всего, чтобы все эти контракты выполнить. Потому что всего у нас... Черт, у меня калькулятора нет под рукой. На 302 куба у нас всего здесь контракты. А по-моему, у нас уже больше 300 там назрело. Да, 335 у нас созрело. Так что можем выполнить в принципе все. Ну ладно, нас сейчас это не очень сильно интересует. Нас сейчас интересует контракт на 91 тысячу литров, которые в порт идет. Потому что если мы его сейчас не выполним, то будет плохо. Поэтому загружаем сюда 91 куб и едем это все дело выполнять. В бокс номер 3. Надо прогуляться заодно глянуть, где на каких путях, чтобы знать, куда переводить стрелки. Это знаете ли, потом идти назад, обратно. Это тоже не прикольно, знаете. Третий бокс у нас по правой стороне, значит едем мы по правой стороне. Замечательно. Там, надеюсь, уже загрузилось за это время. Запрыгиваем. Почти загрузилось. Почти не считается. Да, у нас в первом вагоне ну если не считать локомотива в первом лежит брус. Тот остаток с прошлого раза. В общем-то пускай пока что лежит там. А мы повезли клубничку. Выполним контрактик завершим его. Получим за него кругленькую сумму и будем что-нибудь еще делать. Че, ну это же был третий, по-моему, нет? Или я опять все напутал? Нет, все правильно. Си семь, восемь, четыре. А вот этот третий нам сюда выгружать? Даже значка не было, ё-моё. Хотя, может быть, я сейчас опять напутал и на самом деле нам не в третий. Нет, портбокс номер три. Все правильно. Че началось сразу, а? А ну-ка погнали. Значок. О, появился. Наконец-таки. Выгружаем все это дело. Можно даже завести поезд. Точнее, не завести, а заглушить. И оставить его прямо здесь. Пускай стоит и ждет своего часа. Потом повезем еще клубнику на ЖД-станцию. У нас там еще один контракт висит. Сейчас вот этот выполнится. И мы пойдем еще. У нас есть интересные дела. Хоп. Контракт на поставку выполнен. Отлично. На 194 тысячи получили денег. И это не может не радовать. А мы идем к нашим овечикам. Как вы думаете, друзья, как дела у наших овечек? У них на самом деле все хорошо. У нас уже есть 77 кубов шерсти. И сейчас вышло новое обновление карты. Там некоторые изменения есть по поводу поездов, по поводу физики. Сделали так, чтобы можно было пассажирам на вагонах кататься в мультиплеере. А в плане животных и производств тоже произошло одно изменение. Ребята добавили функцию множителя для животных. Что он, в общем-то, влияет. На что? Он влияет на то, сколько животные производят всякого добра. И сколько, соответственно, они жрут. Я поставил этот множитель x4. Для этого там надо было немножко отредактировать карту. Но это, в общем-то, не проблема. Наверное. Короче, наши овечки отныне будут производить в 4 раза. Они будут больше жрать. А еще, как вы видите, во втором корпусе травушки немножко меньше, чем в остальных. Сюда ее не хватило. У нас закончилась трава. И на складе ее, соответственно, нету. А еще вот у нас склад тюков. Короче, у нас нет травы. И нам нужно сюда ее немножко привезти. А траву мы знаете, будем откуда брать? Правильно. Косить свою траву у нас есть своя. У нас есть 18-е поле, которое мы выделяли специально под траву. И она там есть. Она там выросла. И ее можно косить. Но самое интересное, друзья, это то, что я ее уже покосил. И не один раз. Как вы помните, много серий назад я начал этим делом промышлять. И, в общем-то, у нас ее здесь на самом деле уже до хрена. Я ее косил здесь раз в 6. Косил и просто оставлял. Соответственно, мы ее сейчас скосим еще раз. Потом все это дело заволкуем. И затюкуем. И отвезем тюки. Вот такая вот хитрая схема. Для этого нам понадобится наша оранжевая вальтра. Вот она. Все остальное нам из этого ангара сегодня не понадобится. Поэтому этот ангар можно смело даже закрыть. А вот косилка нам понадобится. Но всякая фигня для косилок у нас стоит на улице. Я почему-то в бокс ее не загонял. Хотя можно построить, кстати, еще один ангар. У нас тем более есть брус. Можно просто съездить купить стройматериалы. И все. И все дело в шляпе. Ладно. Дело сейчас не об этом. Вообще пишите в комментариях на самом деле нужно ли нам построить здесь еще один ангар для техники. Если вы напишите что нужно то мы его в следующий раз построим в следующей серии. А сейчас наше дело еще раз покосить эту самую полянку. Кстати, пока наш валерчик косил травку, другие валерчики успели собрать поле убрать с канолой которые я хотел было их отправить уже на 37-е но если вы посмотрите на карту на 37-е поле вы увидите что оно еще не полностью созрело поэтому рано их отправлять туда пускай отдыхают а мы пока займемся травкой нам сейчас нужно отцепить обратно косилочку вот эту положить ее обратно кстати ее может быть и помыть уже не помешало бы потому что ее не мыл ни разу можно заехать помыть то будут потом комментарии у тебя техника грязная ко-ко-ко мойку построю построю построили а все грязное сейчас помоем ничего страшного я периодически таким промышляю мытьем всяким там и прочей фигней во готово чистенький новенький ну не новенький но как новенький так что все нормально отцепляем в общем-то все это дело сейчас раскладываем косилку потому что она в отцепленном виде лучше именно так развернутая и отцепляем вторую часть ставим ее сюда же ой нормально пойдет и сейчас наше дело заволковать все то дерьмо что мы покосили и в общем-то мы это сейчас сделаем точнее работать правда будет валерон опять-таки а еще кстати наш валерон учился ездить вокруг всего поля мы первый раз косили намного больше участок если вы помните но в общем-то фиг с ним пускай ездит и волкует зато сделает аккуратно и ничего не пропустит соберет абсолютно на всю траву что ускосили по крайней мере должен а мы пока что другим позанимаемся у нас есть тоже дела нам нужно взять какой-нибудь трактор например Нью-Холланда или МТЗ давайте МТЗ возьмем я знаю вы все любите МТЗ где она вот она не знаю почему но если бы я снимал только на старой русскляде серии гораздо больше людей смотрело бы все это дерьмо да так это и работает в общем-то ангар мы тоже закрываем и поехали с этим делом на наше поле на 18 это кстати да 18 поле там где у нас травка растет будем там сейчас все это дело тюковать правда тюковать тоже валерон будет а наша задача будет все это дело возить там правда первый тюк соломы выпадет а еще мне интересно насколько дохрена здесь травы и как часто эти тюки будут появляться в принципе мы это увидим по тюкам потом ха но здесь по-моему очень дохрена травы где лукавалка кстати что-то я ее из виду потерял вон она она уже на второй круг пошла правда первый круг был в холостую но ничего страшного сейчас кстати мы увидим масштаб трагедии а это кстати похоже на траву а не на солому что солома превратилась в траву которая там оставалась забавно да посмотрите какой гигантский волок он на самом деле гигантский и здесь тюки будут каждые 5 метров этот парниш сейчас его догонит ладно погнали за этим сам а нам нужен Урал или Ман ну вообще Урал прицеп-то у нас для Урала где-то он здесь стоял вот он поехали на тепличный комплекс там у нас стоят поддоны с этим точнее не поддоны а прицеп для поддонов потому что ни хрена себе пролагал это сейчас о на тепличках кстати у нас уже все это самое все созрело ха-хай классно соответственно тепличный комплекс отработанный грунт мы выгружаем и нам его некуда выгружать твою ж мать ладно вносим удобрение вносим грунт надо его будет отсюда вывозить с ручником причем в общем до хрена еще 350 кубов у нас стоит на бетонном заводе в поезде загружено что-то мне совсем впадло его вывозить было соответственно грунт мы везде здесь обогащенный запихали первые теплицы можно в общем-то поддоны загрузить вот эти чтобы наши томатики росли вот так вот хоп пошло поехало да там томатики клубничка еще будет правда клубника по-моему у нас уже перебор с ней я видимо лишний поддон купил не знаю что там с моими подсчетами произошло в тот момент ну да ладно лишнее это не недостача все четверто выгрузили погнали поймем теперь этот прицеп заберем отсюда так раз два три 4 теплицы 4 поддона все правильно все он там поливается растет завтра в 9 утра у нас созреют помидоры их тоже можно будет отвезти и продать 419 кубов нам надо будет продать а он погнали собирать тюки так ну что мы здесь видим здесь мы видим что тюков до хренище будет судя по всему волки реально толстые толстенные я бы сказал как у нас тут автопогрузку то включить ешь не буду это вручную грузить ешь не идиот поехали в общем-то собирать все это дело и отвозить на хранилище тюков она у нас есть повезем все туда они тут реально каждые три метра охренеть сколько здесь трава в общем-то первая партия готова погнали отвезем и и в общем-то здесь все выкашено все собрано все чистенько все четенько и соответственно все тюки ладно не все чистенько тут пару таких мелких моментов осталось ну короче все тюки у нас сейчас около овечек наших и конечно же вам интересно сколько же их там получилось а я вам сейчас покажу сейчас мы туда прибежим я вам покажу тут недалеко идти можно пешочком сходить не обязательно ехать на чем-нибудь хотя на самом деле можно взять трактор и поехать дальше давайте повозьмем ладно шутка чего вы начинаете то уже почти пришли вот наш овчарня короче говоря здесь у нас есть вот склад и внезапно выяснилось что сюда помещается всего пять этих самых пять рядов можно сложить с тюками здесь соответственно у нас четыре занято на солому и один на траву а вот это вот пустое место оно предназначено для квадратных тюков соответственно круглые сюда поставить нельзя вот эта вся фишка у нас забилось после второго прицепа поэтому остаток тюков который у нас здесь получился я решил выгрузить вот сюда вот сложить их вот тут вот так вот аккуратненько короче они у нас будут стоять здесь будем их потом отсюда брать когда понадобится правда не знаю насколько скоро они нам понадобятся да еще здесь такое чувство что очень до хрена навоза а его здесь не до хрена его здесь 28 кубов из 480 а такое чувство что забит ну да ладно кстати народ там в комментариях написали по поводу того что были контракты на шерсть и на рис я пока короче все это дело убиралась я даже туда заглянул и имеет смысл зайти на биржу контрактов только что с фпс народ ау игра и это сам действительно есть контракт на белый рис на 148 кубов и он закончится только через шестьдесят пять часов соответственно мы успеем убрать еще раз рис успеем съездить его переработать и поэтому можно будет его отвезти поэтому моего конечно же берем отвезти надо будет на ж.д. станцию а вот контракт который на шерсть он у нас на 127 кубов шерсти и с учетом того что у нас на данный момент этой самой шерсти всего лишь 77 кубов в общем то я не знаю как она у нас дальше будет сработает эта херня x4 не сработает короче теми темпами которыми она у нас до этого производилась контракт мы бы его просрочили мы бы его не выполнили поэтому поэтому я его не брал а на рис да можно в принципе брать еще можно зайти в лесоохранный комитет и чё там не делать потому что там делать нечего а тем временем кстати у нас рис созрел ха как замечательно то все получается можно сливать воду с него может быть 37 поле уже созрел и 37 поле созрел замечательно очень вовремя я вам скажу в общем-то сливаем отсюда воду застрял неудобно быстро ходить иногда иногда удобно иногда неудобно давай говорю сливайся вода и соответственно на 12 поле нужно сделать то же самое слить воду до такой скоростью медленно ходит ли надо что-то средне вот такая скорость меня устраивает люблю ли знаете когда все быстро в общем-то вода стекает через час можно будет отсюда все это дело убирать и в принципе это замечательно погнали посмотрим что-то на нашей стройке происходит хотя на самом деле там ничего не происходит знаете ли чтобы не грузить систему сильно каких-то анимаций сюда не добавили так леса доски в звуке я думаю нам этого хватит и так много всего здесь есть короче говоря на этом мы закончим следующий раз мы уберем рис отвезем его переработаем заберем тот который у нас уже переработан есть выполним контракт плюс соберем канолу и и тоже отвезем выполним контракт подготовим почву к следующим посевом там удобрение всякая вот эта вот херня культивация плюс у нас будет уже готов наш ангар мы этот комбайн поставим туда заправим его привезем сюда прицеп заправлялку и заправим его или возьмем трос то он здесь без топлива стоит уже третий день возьмем трос отгоним его на заправку заправим короче что-нибудь придумаем на этом в общем-то я с вами прощаюсь не забывайте что надо написать что-нибудь в комментарии если у вас никаких мыслей нету пишите хоть что-нибудь мне будет приятно и конечно же надо поставить лайк потому что если не поставишь лайк то ты сосиска у меня в общем-то все с вами был никита делой и всем всего доброго покаки а